Всем привет! Меня зовут Лиса и сегодня в этом видео я бы хотела показать вам, как я на повседневной основе делаю свой макияж. На самом деле у меня все достаточно просто и с макияжем у меня тоже дела обстоят не сильно, да и тяжело. Хотя что вообще сможет быть тяжелым с макияжем? Но в любом случае я хочу вам показать, как из какого-то вот такого вот создания, которое недавно проснулось, я превращаюсь в нечто более, так сказать, инстаграмовидное. Конечно же, прежде чем мы начнем, если ты еще не подписан на мой канал или если почему-то смотришь меня на все еще тоже не подписан, обязательно подписывайся, тык, включай себя вновление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить и давайте немножко уже начнем, с самой малости, немножко. В самом начале, перед тем, как я делала свой макияж, у меня есть обязательный ритуал, он заключается в том, что я умываюсь. Это супер обязательный момент. Умываясь я достаточно сложно и я думаю, что я отдельно запишу на эту тему видео или в инстаграме об этом расскажу, потому что мой умывательный уход утренний состоит из нескольких частей. Короче говоря, опустим все это пока что, просто я умываюсь, как и все, наверное, нормальные люди и после этого иногда я наношу бумажную масочку. Сейчас этим займусь, не бумажную, тканевую, это важно. Только сейчас я беру волосы в косу, чтобы они мне не сильно мешали. Вот моя увлажняющая тканевая масочка. Я в последнее время прямо на них нереально подсела, потому что мне очень нравится видеть этот моментальный быстрый эффект отдохнувшего, увлажненного и напитанного лица. А еще, ну короче, да, проблемы тут есть с открыванием, но это типико. Красотка просто каких еще свет не видывал, да. Почему-то похоже на смесь Деда Мороза и Деда Мороза. Ну, как-то так, очаровательно, привлекательно. Остатки снимаю себе на шею, немножко распределяю на руки. Короче говоря, все, что у меня остается на руках, я распределяю на кожу. И теперь в течение 20 минут я занимаюсь всякой моей фигней. Могу пойти попить кофе или вот какой-то щеколадный напиток. И потом все это добро снимаю. Вкусно. Ну, где-то 20 минут прошло, поэтому... Пока, масочка. Ты сослужила мне ту роль, которую ты должна была сослужить, поэтому... Если вы думаете, что с маской покончено и на этом все, и можно сделать дальше макияж, то нет, вы ошибаетесь. Потому что дальше у меня еще целая куча всевозможной приблуды должна быть. Сейчас я нанесу вот такую вот сыворотку. Сыворотка наносись. Большая и маленькая. Маленькими каплями да большими. Вы тоже донесете всякие бред, когда разговариваете сами с собой, или это только со мной такая история? Я типа делаю вид, что я получаю максимальное наслаждение от процесса. Потому что важно получать наслаждение от процесса. Кстати говоря, я недавно вернулась из Кореи. И вы наверняка видели уже видео с моей распаковкой. Судя, кстати, по комментариям, я увидела, что многих из вас интересует, где же, блин, найти все те вещи, которые я из Кореи привезла, которые у нас не представлены. Рассказываю. Существует маркетплейс, который называется Брингли. Там можно без наценки купить себе вещи из Кореи, Турции, Израиля и т.п. и т.д. Там очень много разных товаров. Тот же самый доктор Джарт или Миша, которым я, кстати говоря, в Корее обложилась одну секунду. Короче говоря, на Брингли очень много косметики, товаров для детей, электроники, чего там только нет. Очень много-много-много всего. Что очень интересно, на этом самом маркетплейсе цены гораздо ниже, чем во многих магазинах России, так как доставка осуществляется напрямую от поставщика. Возвращаемся к Мише. Вот Миша, который я купила в Корее. А вот Миша, которого я купила на маркетплейсе. И в чем прикол, цена на Мишу, которого я заказала через Брингли, оказалась даже несколько дешевле, чем в Корее. Еще у меня с Брингли есть доктор Джарт. Вот такой вот крем-гель. Он очень хорошо на лето заходит, и самое интересное, смотрите, какая палетка теней. Знаменитые Кораллс от Хеймиш. Так что обязательно обратите внимание на этот маркетплейс, ссылку я на него оставлю вам в описании. А еще всем новым пользователям за регистрацию Брингли до 250 баллов. Кстати, вам нравятся мои новые брови? Одна бровь как-то вот так побрита, а вторая, ну, как-то так. Потому что у кого-то руки растут и задницы, и у кого-то постоянно происходит желание сделать какие-то видоизменения. Зачем тебе нужны хорошие брови, если у тебя есть бритва для бровей, которую ты купила для того, чтобы их побрить? Вы знаете, я не знаю, ничего не знаю, поэтому... Да, мне настолько жалко одноразовые тканевые маски, что я стараюсь использовать их по полной, на все тело, даже после применения. Я жмут мир сквозь тканевую маску. Пока маски, эмульсии, сенсы, все такое прочее впитываются, я считаю, что нужно сделать прическу, чтобы время не терять. Заодно покажу вам одну из моих самых быстрых причесок, которые я обычно делаю, когда не сильно запариваюсь. Для начала желательно, конечно, расчесаться, это не совсем обязательный элемент, потому что иногда я хожу нерасчесанная, я выгляжу как бомженька. Но сегодня я решила расчесаться, постараться для вас специально, чтобы вы видели, что я тоже умею расчесываться. Какой-то более-менее ровный пробор надо сотворить сейчас. Очень, знаете ли, хочу сказать вам, непросто делать очень ровный пробор ногтем, не очень длинным ногтем. Защищаем волосы от воздействия горячей температуры. Дольнейшие действия разделяем волосы на две половинки, вот так вот, и просто понемногу вот с этого конца начинаем накручивать. В одном направлении и в другом направлении волосы. Блэд. Ну, вот люблю, когда такое происходит. Еще раз, попытка номер два. You обязательно должен держать свой hair, чтобы он остыл, и чтобы ваш великолепный локон сохранился. И великолепно все было, очень великолепно, слишком много великолепия. Как-то великолепно все, великолепно все, великолепно все. Блин, меня люблючит или стало пахнуть оладьием, но вроде все никто не должен был их готовить. А мне так пахнет, как будто я их сейчас ем. Настолько я, наверное, голодная. Конечно, так никто никуда не пойдет. Нужно все это довести до идеала, по возможности. Если возможно, вообще достигнуть идеала. Нет предела совершенства, как сказали бы мудрые женщины. Ну, как и так. Что ж, все это готово, сделано. Приняло свой облик максимально идеальный из всех возможных. И теперь дело остается за космитосом. Для начала возьму базу. База. Рука. Нанесу базу на руку. Пусть немножечко погреется. Самое малость, нескольких секунд. Теперь я беру тон и тоже наношу его вот сюда вот. Два нажатия делаю, чтобы прям хватило количества необходимо. И жду несколько секунд. И все ровно то же самое. Беру мой АБАИЦЕ БАЛЕНДА. Снимаю немножко тона. И аккуратными движениями наношу. Теперь задача будет растушевать тон так, чтобы всех обмануть, чтобы никто не понял, что у меня на лице есть тон. Задача, знаете ли, не самая простая. Но на что не пойдешь ради того, что обманут людей. В общем, я взяла яйцо и накрасила им свое лицо. Собственно, основной элемент моего макияжа готов. Теперь нужно взять, нужно взять контуринг и сделать контурирование. У меня есть своя схема нанесения контуринга. Она моя авторская. И я сейчас не понимаю иногда даже сама, что я контурирую. Но что-то же контурируется, поэтому все нормально. Ну, иногда мне хочется, конечно, сконтурировать свой нос, сделать его более узким, но не сегодня. Ну и все, дело пошло опять за тем же самым. Я беру тот же самый спонж, который уже немножко в тоне, чтобы контурирование было немного более естественным. И мы эту просто шовую, постукивая, как вы видите, на одном и том же месте мой контурирующий стик. Так, напишите, пожалуйста, что-нибудь измените, после того, как я вообще сделаю контуринг, или я просто бездарно трачу свое время. Потому что в жизни, мне кажется, очень даже заметно. Но заметили ли это на видео? Теперь я хочу взять вот эту вот мою новую палетку из Кореи. Я ее, конечно же, купила только потому, что мне понравилась ее упаковка, потому что цвета здесь самые базовые, и все эти цвета у меня уже были. Но она, на удивление, оказалась гораздо лучше, чем то, на что я рассчитывала, потому что, вы понимаете, я не рассчитывала ни на что, кроме, ну, кроме как дизайн. Удивительно. Сейчас я буду делать макияж век. На самом деле, хочу чуть-чуть подзапариться, сделать много классных красивых растушевок, поэтому дайте понаблюдать, чтобы вообще получится. Для начала я буду использовать вот такие вот песочные тени, и наносить их на самую верхнюю часть моего века, прям чуть ли не под бровь. Кстати, я не буду использовать какую-либо базу, и если обратить внимание, это корейские тени, не за счет того, что они корейские, они полупрозрачные, потому что там почему-то культно, а именно полупрозрачные тени, они именно такое все любят. Потом вот сюда вот на складку я буду наносить вот эти вот тени, которые немного имеют оттенок коричневого, и прям вот сюда вот вовнутрь наношу. Я хочу сделать эффект, а-ля, мои глаза больше, длиннее, красивее, и, конечно же, щекчуальнее, поэтому я буду прям вот сюда вот заходить к бровям. Очень интересно, сколько займет времени у меня этот макияж, потому что я как бы немножко опаздываю, ну, это же я опаздываю. Но есть у меня некоторые планы сегодня, поэтому буду делать в своем обычном темпе и надеяться на то, что будет все ко времени. Гениальная логика! Теперь я обратно возвращаюсь к этому цвету и смешиваю вот здесь вот по границе, чтобы растушевать оттенки, чтобы они не были такими контрастными по отношению к моей коже. Теперь я возьму вот этот вот цвет, у меня его больше всего, и я буду носить его под нашу складку, вот сюда вот, и таким образом у меня это получится, типа, а-ля, основной цвет моего века. Ой, кот там ломится. Дверь открыл. Помню, когда ко мне пришла тельняшка, кстати, привет, тельняшка, она очень удивилась, что у нас все животные умеют открывать двери, и коты, и собаки, и у нее была просто истерика, когда она видела, как наша собака прыгает на двери, открывается, и она такая, о, он открыл дверь, он открыл дверь. Ну, и теперь добавлю немножечко самого темного цвета, вот сюда вот, дай бы его добавить хищный прайшур, все-таки я же женщина, а значит, я вагиня, вот, поэтому нужно немножко хищности. Ну, и остаток, я просто сниму на нижнее веко, чтобы было оно у меня более подчеркнутое. Наверное, от моей техники нанесения теней макияжа у людей, которые имеют хоть какое-то отношение к make-up beauty industry, которые умеют делать макияж, у них получается тихая истерика. В общем, у этой женщины, то бишь я, умеет делать вот как-то вот так, все. Осталось прокрасить ресницы, накрасить бровищами. Вот вам, пожалуйста, close-up моих воспаленных грязных глаз. Я люблю такой эффект, а-ля я очень больная. Так как я свои брови изгавняла, дальше некуда всеми этими очередными моими махинациями, манипуляциями. Ничего лучше, чем изгаляться над ними дальше и экспериментировать, пока есть такая возможность, я не вижу, поэтому сейчас я буду делать форм бровей а-ля Kendall Jenner. Ну, вот я, конечно, не уверена, потому что у меня что-то получится, но хочется хотя бы попробовать. Знаете ли, самое то время для экспериментов сейчас, я считаю. Типа, они должны быть у нас прямые и как будто немножко даже смотреть вверх, а-ля я разъяренная птица. Поэтому брови разъяренной птицы я и пытаюсь нарисовать. Не уверена, что что-то получится, но найти ли, можно попробовать. Бедная Kendall Jenner. Это ж надо было так умудриться, сказать то, что я пытаюсь сделать брови, а-ля как у нее. Надеюсь на то, что гель затащит, но он не тащит. Что ж, консилер тайм. Не всегда все получается так, как ты хочешь, поэтому это нормально. Ну, всяко лучше, чем это, поэтому можно считать, что все успешно прошло. Ну, в принципе, когда их стало две, стало вроде как даже получше. Необычно, конечно, странно, но вроде не так плохо. Теперь, короче, хочу я нарисовать стрелки. Экстремальное развлечение, короче, у меня сегодня, а не макияж. Экстремальное, потому что стрелки это моя слабая сторона, моя, так сказать, ахиллесовая пята. А что она не рисует-то? Я в такой тут серьезной мини сижу, в надежде на то, что нарисую сейчас стрелку, а она ли не рисуется? Вот дела. Или это знак судьбы такой, что тебе не нужно делать сегодня стрелки? Ну, я вас не нарисую, шмакозявры. Ну, вроде даже не так же плохо получилось. Это так нервно, всегда переживаю, когда рисую стрелки. Так как будто от этого зависит моя жизнь. Хотя, может быть, от этого и зависит моя жизнь. Кстати, пользуясь случаем, хотела у вас спросить в такой момент разобрать свою косметику. Типа, какие у вас любимые цвета в косметике, какая косметика у вас вообще есть, чем вы пользуетесь обычно, чем не пользуетесь. Ну, например, там, рисую селевые стрелки. Если да, то какая подводка вам нравится больше? Гелевая, лайнер или что там еще у нас бывает. Теперь я крашу тушь и надеюсь на то, что уже не будет, понятно, так сильно, что у меня корявые стрелки. Хотя, наверное, все равно будет. И, конечно же, я промазала тушь и мимо. Потому что не промазать было нереально. Какой-то такой максимально школьный макияж получается. Сейчас, конечно же, я добавлю еще румян кремовых. Смотрите, какие у меня румяно-клевые вкуши. Не обожаю их. Типа, я такая нежка-каваяшка. Добавим эффект. И зашибись вообще. Останется только чутка губы накрасить. И можно, в принципе, валить. Смотрите, что буду делать. Буду рисовать себе нос, подбородок, чтобы, типа, я такая каваи. Спинку носа тоже буду рисовать. Каплю помады. Кстати говоря, тренды настолько удачные, что я хочу остатки из пальцев вот сюда вот снять. Чтобы он у нас такой более единый, а-ля Сайлор Мун был или Винкс. Или что-нибудь типа того. Ну что ж, осталось только показать вам этот макияж, а-ля я вся такая плавная, двигаюсь медленно, красиво. Вам он, наверное, нравится или не нравится. Собственно, как-то так. Что ж, вот он мой последнее время повседневный макияж. С моего момента возвращения скорее. Мне теперь хочется делать как-то более ярко все, потому что немножечко я устала там от моего нюдового около макияжа. И, в общем, не знаю, почему я все это вам еще рассказывала. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Может быть, даже кто-то из вас решит повторить этот макияж, потому что, на самом деле, он очень простой. И всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых встреч! Люблю вас! Помните это? Люблю...